Еще совсем недавно Евдокия Ильинишна Хозяинова была председателем телевисочного сельского совета. Бессменно более 20 лет она олицетворяла собой представительную и исполнительную власть старинного припечерского села. И как писала окружная газета, только благодаря ее неутомимой работе и неравнодушному характеру, телевиска стала одним из передовых сельских поселений не только в округе, но и в Российской Федерации. Но если эту внешнюю сторону жизни Евдокия Ильинишна знают многие, то ее внутренний мир и личная жизнь, безусловно, не менее интересны. Родилась Евдокия в Белгородской области в год начала Великой Отечественной войны. Детство и отрочество девочка провела в родном селе Дмитриевка. И естественно, как все деревенские дети, было с измольства приучено к нелегкому крестьянскому труду. Помню, как отец сказал, чтобы дома я тебя за тетрадками, за книгами не видел. Ты будешь полдня в школе сидеть, а дома кто будет работать? Ведь мы жили, понимаете, родители колхозным трудом от зари до зари. А самый главный у нас сельскохозяйственная культура, самое главное, это сахарная свекла. Там от зари и до зари. А женщины бедные сидят, а журчной труд сидят и вот так. Вот у каждую свеколку, вот так ее обчистить надо. До хвостика отрубить, до ботву отрезать и в бурт, а потом этот бурт закрыть, а зимой уже потом на сахарный завод вывозить. Большими трудами поддерживали и свое домашнее хозяйство. То есть это скот, это корова, это перегадовалая там телка или бычок, это сейгодушный теленок, это вот видели, это утки, это один выводок, а их несколько. Утки, гуси, свиньи, куры, еще и коза с козлятами, вы представляете? Одним из ярких воспоминаний школьной поры остался такой случай. Было это после войны, в конце 40-х. Мы были на уроке физкультуры, а как раз разоряли все церковное имущество. И председатель сельсовета выносил, у меня сейчас в глазах это, иконы, и топтал их ногами, эти иконы. И мы все вот ошарашенные смотрели, и учитель физкультуры у нас была девушка, и мы все, понимаете, мы замерли. И мы вроде как не одобрили вот эти действия. А что самое характерное, что может быть через год, может через полтора, ну, наверное, не больше двух, этого председателя сельсовета разбил паралич. И он лежал много лет бессловесный. Теперь бы я это поняла, что это божья кара. Во время войны их село, находящееся в десятке километров от легендарной Прохоровки, где прошло знаменитое танковое сражение, несколько раз переходило из рук в руки. Евдокия Ильинична смутно помнит какие-то эпизоды этих лихолетий. Но, со слов взрослых, горя и нужды хватало всем. Нас было трое. Самая старшая сестра умерла от Тифа уже в конце войны. Нас трое, женщина с тремя детьми. Как мы жили, думаете, где? В погребе, погреб земляной. Только курень, а там яма огромная. Плюс еще корова туда была затащена, чтобы не убили. Она потом и ослепла, а потом подорвалась на минном поле. По рассказам матери, однажды с ними произошел просто чудесный случай. После боя у них в полуразрушенной избе разместились отдохнуть советские солдаты. Соломы настелили, попадали, сразу же позасыпали. А один сел за стол и стал бриться. Вот недаром песню кто это поет? Это не Олег Газманов. Если воин бреется, значит он надеется. На любовь надеется, значит будет жить. Если воин бреется, значит он надеется. На любовь надеется, значит будет жить. Может прямо... Со слов матери она отправила за водой старших дочерей. А те нашли у колодца гранату-лимонку и принесли ее домой. Говорит, я дремлю, сижу, ты спишь тут на коленях в тряпье закутанное. А две постарше сестры моих, они тут на печку забрались. Мама, они к чему? Чему они там возятся так? И говорит, дремлю. Вдруг этот солдат, говорит, соскочил на эту лежанку, чего-то туда, говорит, к моим сестрам-то, выскочил. И вдруг, говорит, такой силы взрыв. Все повскакивали, солдаты, думают, что бой опять начался. И этот солдат, говорит, заходит, у него волосы дыбом стоят. И он, говорит, белый, как полотно. Хорошо солдат, который брился, в отражении зеркала увидел, как девчонки разбирают гранату, и быстро среагировал. Трагедия была бы неминуема. Говорю, а может другой бы увидел зеркало, да пилотку на голову, и вон, и кто бы его осудил, да, и кто бы знал, все бы погибли ведь. Их отец также был на фронте с начала войны. Мать с дочерьми кормились, как могли и чем могли. Главное чувство у детей и взрослых на протяжении всех лет войны – чувство голода. Они и сейчас со средней сестрой, встречаясь иногда, вспоминают какие-то эпизоды военного детства. Однажды один военный повар, увидав истощенную Евдокию, пожалел ее и подарил ей селедку. И я вот этот момент помню, как я иду и тащу селедину за голову, а хвост волокется по земле, а сестра, значит, подбегает. Вот этот момент я запомнила. Она мне эту селедину хочет взять, ей страшно жаль, что селедина по земле волокется. А в моем, значит, сознании, а я ей говорю, это мне дядя дал, иди попроси, он и тебе даст. И держу крепко-накрепко эту селедину. Отец пришел с войны только в 47-м году. А в 46-м на головы крестьян еще обрушился страшный голод, который косил людей, как на войне. Умирали от истощения и взрослые, и дети. А спасла, знаете, что от смерти нас? Есть трава такая, я не знаю, где она еще растет. Мы называли, у нас ее называли лапка. Весной рано вот такие красные у нее стебелечки, зеленые листья, наподобие как у подорожника, форма-то такая, но листья такие мясистые. И вот мы этой лапке в саду нарвем, наедимся и уснем там прямо, потому что слабость-то такая была. Пухли от голода, что вы. Руки вот такие вот были. А самая любимая игра была у нас. Сидим и вот так надавишь, у кого глубже ямка в этой опухоли-то. Надавишь, и потом сравним, у кого глубже тот победил. Со временем жизнь вошла в мирное русло. После школы Евдокия поступила в библиотечный техникум. А после его окончания по распределению попала в Архангельскую область, куда входил и наш округ. В Архангельске их начали соблазнять романтикой Ненецкого в те годы еще национального округа. Там сполохи во все небо. Хотя мы не представляли, что такое сполохи. А постеснялись спросить. Ну интересно, что же это во все небо? Там сполохи такие. Еще с таким выражением лица, с таким зачарованным видом. А олени там, он как эти рога, и то, что когда мы здесь увидели, точно они вот такие. Долетев на самолете до Нарьинмара, пришли в исполком. И Евдокию для начала определили в окружную библиотеку. Поселили в общежитии. Тогда она впервые попробовала северную рыбу, которая в избытке была разложена прямо на прилавке магазина. Омули и зельди, они разновесом, прямо на прилавке, они горами лежали, заходили, и потом этого ничего, ведь это дефицит стал. А тогда, вот в 60-м году приехали, и мы заходим вечером, покупаем омуля или зельдей, черного хлеба. Чаю до этого мы там не пили, мы не знали даже, что такое чай. У нас компот-молоко. У нас даже, по правде сказать, даже и чайников как таковых не было. Чугунок. Все, накрывали крышкой, вот это был чай у нас. А тут мы увидели, что такое настоящий чай. Через месяц они с подругой попросились работать в село. Там жизнь была менее дорогая. Так Евдокия в 60-х годах попала в телевизоречную библиотеку. А через некоторое время вышла замуж за Егора Хозяинова, который после армии работал в геологоразведке. В 1962 году у них родился сын Юра. После того, как Евдокию Ильинишну несколько созывов подряд выбирали депутатом местного совета, в начале 70-х ее уже избрали и председателем. Избрали меня, а я не принимаю. Полтора месяца не принимала, потому я уже 4 курса университета закончила, училась на юриста и думала, что я буду судьей. Но не тут-то было. После нескольких отказов занять должность председателя сельского совета ее вызвали на партийное бюро. Вы представляете, в основном мужчины солидные сидят вот так со всех четырех сторон, а тебя как налобное место. У меня, конечно, и губы задрожали, и поджилки затряслись, и сказали открытым текстом «Партийный билет на стол». С учебы ты будешь отчислено. Если так до Тельвиски сколько тебе ехать? А ездили тогда мы на деревянных лодках, да еще моторы-то были, помни, те топчи нога, а потом эти появились ЗИС, вот даем тебе полтора часа. Через полтора часа, чтобы ты из-за стола председателя сельского совета доложила, что ты приняла дела. Деваться было некуда. С утратой партбилета все карьерные пути сразу закрывались. И она приняла должность. В эти же дни Евдокия Ильинична услышала один совет от своей близкой знакомой, которому следовало потом всегда. С простыми людьми никогда не ругайся. А с начальством чем повыше, тем покруче ругайся, если хочешь, чтобы у тебя что-то делалось. И всегда советуйся с простыми людьми. За 20 лет председательства ей приходилось заниматься буквально всем. И заготовкой дров и угля, и всевозможными ремонтами и строительством, и даже расписывать новобрачных в сельском совете. Активно участвовала и в художественной самодеятельности. Прошло немного лет, и телевисочный сельский совет стал одним из передовых не только в округе. В 86-й, 87-й, 88-й год наш сельский совет выходил победителем социалистического соревнования среди сельских советов Российской Федерации с вручением нам переходящего Красного Знамени. А Евдокию Ильиничну Хозяинову по представлению окрисполкома и бюро партии наградили орденом знак почета. Различных дипломов, медалей, почетных грамот в багаже ветерана очень много. Но более всего Евдокию Ильиничну греет то, что односельчане присвоили ей звание почетный житель муниципального образования телевисочный сельский совет. Ведь главные годы ее взрослой жизни и лучшие устремления души отданы на благо жителей этого прекрасного поселения Ненецкого автономного округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова